Своими воспоминаниями поделился известный ульяновский фотограф и кинооператор, член Союза журналистов России Борис Тельнов. С фотоаппаратом он не расстается более 80 лет и более 30 лет проработал на ульяновском телевидении. Борис Григорьевич был свидетелем важнейших для региона событий. Он был знаком с Александром Маркелычевым, Виктором Киселевым, Аркадием Пластовым, Николаем Благовым, Анатолием Скачиловым, Юрием Горячевым и многими другими, чьи имена тесно вплетаются в летопись Ульяновской области. В прошлом году Борису Григорьевичу Тельнову исполнилось 90 лет. К его юбилею при поддержке регионального отделения Союза журналистов России вышла его книга с кинокамерой «Из века в век». Некоторые вещи, фотографии Бориса Тельнова можно увидеть в Ульяновском музее журналистики. Борис Григорьевич, вы старше Ульяновской области, получается. Так уж повезло. В общем-то, да. Уже в прошлом году вступил в 10-е десятилетие. Да. А в Ульяновскую область я 14-летним мальчишкой приехал вместе с родителями, куда отца направили работать в Майский лесхор в Ульяновской области. И вот так вот с 1946 года, с апреля месяца, я можем сказать, начал проживать в Ульяновской области. А в Ульяновск когда попали? При каких обстоятельствах вообще? Ну, Ульяновск, он рядом был. Тем более Ульяновск такой город, который привлекал вниманием, во-первых, как город, где родился Володя Ульянов. А я с детства был увлечен Володей Ульяновым. Еще с начальной школы, с детского сада носили значок Володя Ульянов на ласкане, пижачистке. С кудрявой головой, да. Да, с кудрявой головой. Вот так вот. А в Ульяновск, когда одна из первых командировок отцу предстояла в Ульяновск, я говорю, я поеду с тобой. Хорошо, поедем. И мы поехали в Ульяновск. И первым долгом решили посетить ленинские места и дом мужей Ленина. Прошли к дому Ульяновых. Наши разочарования были в чем? Развалены. Его как раз разобрали. Да. Кругом блоки. Как раз реставрация была. Да. И вот в своих воспоминаниях, где у меня есть в книге, в этой там фотографии такие есть, любезные, кое-кого позаимствовал их. И вот так и шли. И знакомились с Ульяновскими, с Ленинскими местами. А я вас перебываю. А вы тогда фотографировали уже? Да, фотоаппарат у меня был, правда, фотоаппарат «Фотокор» назывался. Этот пластиночный фотоаппарат 9х12. Ну, что-то фотографировал. А это вам сколько лет было тогда? 14 лет. И уже фотографировали, да? Да. А фотоаппарат, наверное, отец подарил? И подарил отец в 1937 году, купил фотоаппарат, ездил в Москву на ВДНХ и купил там фотоаппарат. А до этого у него был другой фотоаппарат. А когда я этот уже купил, я его стал тем помощником, довольно-таки снимал. И первые снимки я снял тем фотоаппаратом. Вот они здесь есть где-то. Выпуск детского сада. Это в Мане было? Это было в Костромскую область. А, вообще в Костромскую область. Да. Откуда вы приехали? В 1946. Ага. Да. А я был выпускником детского сада, это был 1939 год. Так что время. Я тогда не поняла, это вы сами сделали снимки вот в то время? В то время взял автоаппарат отцовский, он, конечно, тут курировал, поставил ее так на треногу, как это положено, снял. А потом вот они лаборатории-то, которые можно представить. А потом обработали вместе. И вот с тех пор я, так сказать, фотографии не могу. То есть с детского сада? А? С детского сада вы уже пробовали фотографировать? Да, да, да. Стаж у вас уже тогда большой, как фотографа. Ну, а в Ульяновске потом вот вы вернулись на то место, где дом, музей реставрировали? Потом вот что было? Когда это произошло, когда вы вернулись? Ну, тогда первый визит нашего Ульянска кончился, значит, вот только лишь здание, памятники и памятник Ленина площадь. Вот что мы, чем могли бы добываться. Он же в 40-м году пока. Остальное уже потом в процессе жизни, в процессе этого. Там уже несколько раз приходилось ездить, но как в дом-музей, в дом-музей Ленина, когда уже был восстановлен. Это я, наверное, в 50-м, так, какой-то, в 54-й год. Ну, после армии, да, получилось? После армии приехал. Тогда вот я посетил тот, который он был реставрирован и сделан. И в школе, по мере надобности, по мере, так сказать, и в техникуме, и в армии. Ну, в армии невозможно. Когда я съездил в отпуск, я взял автопарад отсюда, из Ульяновска. Вот тогда уже я так начал активно там аварийность снимать, даже сотрудничал с газетой «Защитник Родины». То есть это вот как раз первые газетные снимки там появились? Да, первые там. Вы, кстати, долгое время работали на телевидении кинооператором. А как у вас судьба, вот как попали на телевидение? Опять-таки через фотографию, через киносъемки. Сотрудничал с газетой, сотрудничал с телевидением. А с какой газетой и с каким телевидением? Так одна там была газета «Патрульянская правда». Вот. Да. И вот Александр Иванович Маркевичев, с ними познакомился. Между прочим, он посодействовал и через редакцию дали мне рекомендацию в Центральный дом журналистов для обучения в двухгодичном фоторектории по журналистике и репортаже. Вот два года я учился там, закончил. А потом пришел на телевидение, показывал так. Меня пригласили. Может, к нам перейдешь? Ассистентом кинооператора. А, сначала ассистентом. Довольно-таки уже должность неплохая, и семья, и все. Ну, какой-то шаг сделал такой, пошел на меньшую зарплату туда. Ну, дом меня прям поддержали. И постепенно-постепенно Николай Михайлович Егоров, начальник киногруппы, был мне посодействовал в освоении новой техники. Ну, вот так вот. Так вы стали кинооператором. Постепенно и так 30 лет, я 31 год проработал на аулеанском телевидении. Сначала ассистентом, буквально с первых же, можно сказать, месяцев я стал самостоятельно снимать. Потом даже выезжал один, без редактора, делал материалы. Приходилось мне ездить везде, бывать. И по Ульяновской области делать материалы, снимать вместе с редакторами, вместе с режиссерами некоторые. А вот какая была Ульяновская область на тот момент? Вот ваши яркие впечатления. Вы же побывали, наверное, во многих районах, может, во всех даже районах? Да, во всех районах приходилось бывать. Наверное, колхозы тогда процветали? Колхозы, совхозы были тогда. И некоторые процветали. Знаменитый совхоз имени Крупской, Меликевского района. О нем делали кинофильм. Снимали мы барышевские фабрики. Снимали. Там же фабрика имени Гладышева была. Да, да, да. Вот одна, так сказать, большая работа, в которой мы вместе с Николаем Михайловичем Егором, начальником кинофильма, снимали фабрики имени Гладышева. Вот тогда моя, это самое, как бы, напряженная, интересная работа. Ну, а дальше там уже всякие. Конечно, область была тогда не такая развита, как сейчас, допустим. А я вот смотрю, у вас есть снимки Пластовых. Это тоже в тот период вы познакомились с ним? Все в тот период, когда я работал на телевидении. И раньше я с ним был знаком по его картинам, по этому. Подробно я вот пишу, как я познакомился с Пластовым. А вы расскажите немножко. Известная личность и скоро день рождения, юбилей Пластового будет? А с Пластовым я познакомился из журналов, из газет, видел его картины. А когда жил в Майне школьником, отец мой работал в лесхозе. Командировки были у него частые. И вот однажды он приехал из командировки и говорит, что в Преслонихе интересный художник живет. Пишет картины своих односельчан. Ну и журнал «Гонек» когда опубликовал его. Его работы, да? Да. А у меня было желание учиться жилописи. А, даже так? Да, и даже он, была мышца такая, к Пластову съездить. Но потом все, повернулось на другую сторону. И вот он, он меня с Пластовым познакомил, отец. А потом уже, будучи кинооператором, заезжали и разговаривали с ним. А он какой человек был? Христианин. Прямо? Да. Он довольно-таки суровый был. Интересно. Однажды, ну, и добродушный в том же. Когда мы снимали фильм о Киселеве. Да, его ученике. С режиссером Юлией, мы уговорили, давай съездим к Пласту. Он же твой ученик. Это его ученик. Он твой друг, можно сказать, вы с ним переписываете. Он говорит, да, ой, ребята, не надо. Да он занят, сейчас он много работает. Он говорит, да зачем, вот вы, давайте лучше со мной, вот тут вот, походим по этим, по местам, где я этюды пишу. Не надо. Ну, все-таки мне уговорили. Поехали туда, едем. Рассказывает он о тех местах, Киселев, о Пластове. Приехали. Так и так. А у него в Пластове была женщина, служанка, которая там ему помогала во всем. Она вышла вот так и так. Ой, он занят очень, пора себя не беспокоить. Ну, скажи, чтоб мы приехали. Ну, ладно. Сейчас скажу. Мы ждем. Я камеру собрал. Стою, спрятався за кузовом. Выходит она. Нет, он не хочет. Ну, ладно. Пошла еще раз. Выходит пластырь. Только калитку открыл, увидел, я с камерой. Ребята, да разве так можно? Махнул руками и ушел. Ну, что делать? Киселев у нас вот за гонговорил. Зря мы тут начали вот так его оторвать. И сами тут настроение испортили. Ну, ладно. Поехали обратно. Поехали через Стогай, через Обрановку. Поехали в Пресваниху. Собирали. Давайте, Ровята. Он Ровята меня смотрит. Ровята, давайте, он, грибы пособирай. Ну, собирали грибы. Ну, часа, наверное, полтора. Может, больше мы тут по лесу ходили. Приехали. А его супруга нас ругает. Где вы были? Пластов с Николаем приезжали. Вас больше часа ждали здесь. А вы грибы собирали. Так, а мы, когда телефон приезжали. Вот вы, наверное, помните, какая Волга была. Волга именно. Здесь, в 46-м году, да? Вы сюда приезжали. И потом, когда стало уже водохранилище. Вот, что изменилось? Ну, что, затопили очень много деревень. Затопили. Затопили лесные массивы. Правда, в то время, перед этим, самым перед затоплением, были организованы в пойме лесопромхозы, которые пилили, уничтожали этот лес. Что-то делали, а что-то нет. Так и остались затоплены. А сейчас что? Вон то, что видим. Восторгаться-то нечем. То есть вот этим простором? Простором, да. Волга. А Волга, она с островами, да, была? Волга с островами напротив Венца. Попов остров был. Туда, знаешь, все ходили эти. Отдыхающие ездили. Красивый остров, да? Да. А зимой, зимой, тогда пешком рабочих одели на завод Володарского по льду. Целые тропинки там были. А вот 70-е годы, это, пожалуй, наверное, наиболее яркий период в жизни Ульяновской области, Ульяновска. кардинальные изменения происходили, да? К столетию Ленина готовилось. Не только город готовился, но и область, наверное, готовилась, да? Да больше город. Тогда развернулось большое строительство. Ну, а строительство Ленинского мемориала, вы помните? Гостиницы Венец. Ну, как, не помню, когда я там, вон, пропуска лежат у меня туда. А, даже так, ну, потом пока. То есть допуск был туда довольно-таки такой серьезный. И снимали, какая она была, что, чего. Какой-то там, на какой-то этаж перешли. А, давайте это зафиксируем, покажем в новостях. Вот такой-то уровень сделали. Перед реконструкцией Ульяновска к столетию со дня рождения Ленина мне поручили снять фильм об Ульяновске. Председатель гроссовета Крюков Бродсман главный архитектор города там был. Сними, пожалуйста, Борис Григорьевич, как можно, чтоб наш Ульяновск хуже выглядел. Развалины там, что-то, чего-то так. Чтоб нам больше выделили средств для реконструкции города. Ну, ладно, я с таким заданием и пошел снимать. Снимали работали мы тогда на 16-миллиметровой пленке, но этот фильм решили снять на 35-миллиметровой пленке, чтоб потом в Совете Министров СССР показать им, как Ульяновск выглядит. Ну, я наснимал, как следует всего, снял всякие здания, улицу Минаева, вот этот самый знаменитый квартал, который сейчас, в котором высотное здание, все, а там были еще огородики, дачники. когда сделал это, показали, ой, надо что-то приукрасить, больно тут это у нас жутко смотрится. Ну, давайте, говорю, я сюда монтирую еще, как будет. И я на макетах Лен-проекта, Ленинградского проекта института снял вот эти самые макеты. И все вместе, так сказать, тут смонтировал, получился фильм под названием «Ульяновск вчера, сегодня, завтра». Этот фильм показывался и в кинотеатрах в наших Ульяновских иногда вместо киножурналов и посылали туда, куда нужно было может, совет министров, не знаю, выделили ли дополнительные средства или нет. Вот такой вот фильм тогда на мне, так сказать, на мою ответственность был возложен. Был митинг по поводу закладки письма к потомкам перед строительством Ленского мюнеряга. Общественность собралась на митинг, трибуны там были организованы, уже организованы первые, где сваи будет, куда закладываться это письмо к потомкам. Кинооператоров от корреспондентов было изобилие. И центральное было, и по Волжье было, с кинохроникой из Куйбышева. А мне поручили снять весь этот процесс, начиная как открывается митинг, и до закладки, и через два часа после закрытия этот материал мой должен был идти на Евровидение. То есть мне надо везде побывать. И вот в этом сложность. Если там кто-то ждал момента, вот Поспелов там передает эту капсулу рабочим, которые хладут ее на дно этого самого где будет фундамент. А я и там и там и там и везде поснимал и массово народу и а потом когда подошел к этому самому смотрю мне место уже негде потиснуться. Висит плита плита которая должна прикрыться. Я прыгнул на эту плиту перебежал по ней и на самый край втиснулся и запечатлил тот момент как значит передается это письмо к потомкам. Я снял но не считаясь с другим кинооператором кинооператор Киселев в Кубежской кинохронике был я ему несколько заслонил что-то. Ну вот. Мой материал я смонтировал его и он в этот же день через два часа после съемок через два часа пошел на Евровидение и этот материал по закладке Ленского манериала прошел на Евровидение вот такой вот этот интересный довольно памятный момент. Больше время мне пришлось работать когда область возглавлял скачил Анатолий Андреянович Он долго возглавлял, да? Да и уже в последнее время горячий Юрий Франович вот с ними так сказать Но они все были наверное яркими личностями, да? конечно и то то другое для области сделали довольно таки много памятного и сейчас и то что построено прискочили строился и сам завод и автозавод Анатолий Андреянович всегда так когда мы уже были зрителям знакомы всегда что-то он где-то поддерживал всегда подсказывал чтобы уделяли внимание и нам как журналистам то же самое и горячее и тому и другому я значит могу сказать самые добрые слова но вы ушли на пенсию в 90-е годы как раз в 93-м году в 93-м году с телевидения чем занимались вот в этот период конец 90-х 2000-х отдыхали прям вот ничего не делали я думаю чтобы фотоаппарат был всегда с вами фотоаппарат всегда со мной и не только фотоаппарат и уже благодаря так сказать вот и сыну все я обзывался и видеокамерами и компьютером ноутбуком и всем и вот сейчас занимаюсь довольно плотно и видео у меня наверное сотни-две видеоролика сняты по по всяким событиям и семейным и по другим событиям то есть вы до сих пор работаете можно сказать ну где-то стараюсь стараюсь посещать и сам участвовать в фото выставках выставках художников по каждому почти вот недавно подарил Ягуткину и книгу и набор тех видеороликов которые я снимал когда он открывал свои выставки вот так что в творческом в творческой жизни я не хожусь вещать сколько это возможно они все они дон что